Что стало с Александром Гордоном, ведущим передачи «Мужское и женское»? Когда маленькому Саше было три года, отец ушел из семьи, но вскоре у него появился отчим, полностью заменивший отца. Гордон рос очень творческим малым, а круг его развлечений был крайне широк, начиная от спорта и заканчивая театральной деятельностью, ибо он грезил стать режиссером, ну или на тот момент милиционером. После окончания школы чаша весов склонилась в сторону искусства, и он поступил в театральное Щукинское училище и в 1987 году благополучно закончил его. В тот же год начинающий актер был принят в театральную студию, где задержался всего на два года, а потом мигрировал вместе с семьей в Америку, где смог добиться места достаточно авторитетного ведущего русскоязычных каналов, а спустя какое-то время сел в режиссерское кресло. Чуть позже Александру надоедает работать на два лагеря и перемещаться с континента на континент, потому он принимает решение окончательно перебраться в Россию. На родине через некоторый промежуток времени Гордон начинает вести различные телевизионные программы и, наконец, в 2014 году получает признание в России, когда выходит первый выпуск программы «Мужское и женское». Именно она стала визитной карточкой Гордона в масса. На этой программе он разбирает различные курьезные и не очень случаи из жизни приглашенных людей. Что же произошло в жизни Дмитрия Гордона спустя шесть лет после начала съемок передачи «Мужское и женское»? Телеведущий за это время успел сыграть в документальном фильме «Дно» и также выступить в качестве сценариста, режиссера и главного героя картины «Дядя Саша». Тем не менее, его хобби остается неизвестным, и это политика. Он успел себя попробовать и в шоу «Голос». Все судьи узнали Дмитрия, но никто из них не посчитал нужным повернуться. Личная жизнь же Гордона наполнена скандалами и похождениями телеведущего. Александр был четыре раза женат, причем одной из жен была 18-летняя студентка. Также у Гордона есть два сына и две дочери, одна из которых родилась вне брака от журналистки Елены Пашковой. С 2014 года телеведущий женат на Назанин Абдулла Сиевой, которая на момент свадьбы училась во ВГИКе. В том же году она подарила Дмитрию сына Александра, а в 2017 году родила второго и тоже мальчика Федора. Пара состоит в отношениях до сих пор. Продолжение следует...